Привет! Я очень рада, что я снова снимаю видео. У меня сейчас хорошее настроение. Уже в воздухе весна. Эти обновки косметические давно хотела. И вы сейчас поймете, почему. Я предлагаю не растягивать это видео, а уже начинать. И первое. Та-да-да-дам! Набор Naked 3 Urban Decay. 12 кистей. Каждая отдельно упакована. Эти кисти в деле, в макияже еще не использовала, но мне очень интересно. Я не гонялась за этим набором, но когда я его увидела, поняла, что я хочу его попробовать. И выглядит очень хорошо. Здесь есть как синтетические кисти, так и натуральные. То есть из натурального ворса. Больше всего, что мне нравится, что здесь есть кисти для пудры, кисти для тональной основы. Хотя у меня уже есть одна. Но пригодится еще одна частей. Аккуратнее будет выглядеть. И еще, что мне нравится, что здесь есть для прорисовки теней на нижнем веке. Отдельная кисточка маленькая. Но, вы знаете, я не хотела бы делать из этого видео какой-то обзор. Здесь есть кисть, которую можно использовать для подвода. В общем, одни плюсы. Я купила мак. У меня в оттенке лайт плюс. Я уже использовала несколько раз. Сейчас на мне эта пудра, она... Вот так вот она выглядит. Она пылит, поэтому так может неаккуратно выглядеть. Никаких вообще предотвративей. Мне нужна была пудра не для того, чтобы делать свой макияж, а фиксировать макияж. Так как я работаю по 12 часов в сутки, а то и больше, хотелось бы на протяжении всего дня выглядеть аккуратно. Эта пудра справляется на ура. Линия Mineralize. То есть, как обещают производители, там еще минералы есть. Так мне объяснила консультант. Ну, посмотрим. Это кисть NYX. Она тоже из натурального борса. Это козочка. Она очень мягкая. Этой кистью я набираю пудру Мак. Номер ее B06. Я на 100% ею довольна. Могу говорить, потому что я уже раза 4 ей пользовалась. И все время был хороший результат. Король моих покупок. Сейчас многие девочки меня поймут. Действительно, для меня была важная покупка косметики. В кое-каке я раз это уже сказала в этом видео. Короче, это Метеориты от Guerlain. И, о боже мой, как я давно их хотела. У меня они в четвертом оттенке. Как это произносится, я даже пробовать, наверное, не буду. Документик. То, что это Метеориты. Ну, здесь так красиво на всех языках мира, наверное, указано про эти Метеориты. Что здесь написано на русском языке. И когда читаешь, ты просто думаешь, это какое-то чудо, какая-то сказка у баночки. Ну, настолько пиар-отдел Guerlain работает на все катуши. Я не буду читать. Я думаю, что вы уже тысячу раз читали. Как говорят, что она не делает ничего. То есть она не скрывает там что-то на вашем лице. Есть такое сравнение, что вот когда вы нанесли пудру Guerlain, Метеориты на свое лицо, вы просто начинаете купаться в лучах света. Вот это реально так и есть. Я когда читала отзыв о Метеоритах Guerlain, то 50% или даже большая половина отзывов это то, что ну вот купили, потратили кучу денег и ничего не произошло. То есть она ничего не скрывает. И другие же просто в восторге от нее. Поэтому покупать, я не ожидала от нее чуда, что она действительно сделает из меня красавицу писаную. Я просто хотела, чтобы у меня тоже были Метеориты Guerlain, потому что... О, боже мой, как это приятно. Просто ты берешь, открываешь, Метеоритики эти. И слышно уже этот запах фиалковый, да, их фирменный запах Guerlain. Ну, у меня четвертый оттенок. Здесь бежевые в основном шарики. Коричневые, есть розовые, фиолетовые и такие желто-бежевые. Ее можно наносить как без косметики, так и поверх всего макияжа. Не будет выглядеть лицо с макияжем. Оно будет выглядеть просто свежее. Знаете, очень сложно подобрать правильные слова, чтобы описать вообще эти Метеориты. Это действительно какое-то чудо в коробочке. И особенно для любителей макияжа могу только рекомендовать. Ладно, это было основное, что я хотела вам показать. Я довольна и действительно хочу поделиться радостью вам. Тональник от Chanel, Perfection Lumiere, Fluid, Long Girl, Flowers, Fluid Makeup. И здесь SPF 10. Это не для видео, потому что если есть SPF, то лицо уже на камере будет смотреться не очень хорошо. Но мне понравилось именно это тональное средство, потому что по описанию оно давало такой glow эффект. То, что мне и нужно. Я очень люблю. Вы заметили уже, наверное, да? По моим рассказам. То, что мне нравится такое сияние на лице. Здоровое сияние, не жирное. Ну, потому что у меня кожа сухая. И знаете, когда кожа жирная, то хочется матировать, матировать, матировать. А когда кожа склонна к сухости, особенно вот сейчас, в это время, то, конечно, хочется как-то ее дополнительно увлажнить. Вот. Еще ни разу не пробовала. В тюбике она выглядит достаточно темной. Но я и хотела ее больше уже на такое теплое время год. Весной буду пользоваться ею, когда немножко загорю. Но я пробовала на руке чуть-чуть. Сливается с кожей. Ну, рано еще говорить, потому что на лице я его не использовала. У меня появилась вот такая тушь Lancome. Она сейчас на мне, эта тушь. Вроде бы, если я не забыла накрасить ресницы. Потому что так спешила к вам. На самом деле, единственный выходной. Поэтому я решила рассказать вам о своих косметических обновочках. Кому это будет интересно. Еще одна покупка. Это один из самых легких запахов манталь. Дикая груша. Очень долго ее искала. Наконец-то нашла. В Украине это не самый популярный запах. Сейчас на весну это уже стал моим самым любимым запахом. Уже получала достаточно много комплиментов. И я решила провести эксперимент. И во второй части видео вы узнаете больше о бюджетных косметических средствах. Всем хорошего дня. Целую. Пока.